Хвост из машин, судя по навигатору, стоит практически до восхнила. До открытия развязки осталось буквально пять минут. С появлением новой дороги такого скопления машин тут быть не должно. Она восьмиполосная, даже ленточку не натянешь. Раз, два, три! Сроки сдачи развязки переносили несколько раз. Последний – конец сентября. Но поторопились к выборам. Терять время в заторах устали сотни тысяч новосибирцев. Те большие объемы капитальных вложений, которые были вложены в советское шоссе, получился великолепный. Просто европейский уровень автобан. Но он не выполнял свою полную миссию за счет этого пересечения. И здесь вот сейчас мы проезжали. Какие пробки стоят, у нас же два километра почти. Впрочем, горожане, потерявшие в сегодняшней последней пробке полтора-два часа, в избавление от дорожных проблем не очень верят. В Винаповский мост будет стоять. Здесь перед перекрестком все будет стоять. То есть вы считаете, что это не поможет? Вообще никак. Может быть, даже усугубит. Удивительно. Но и власти признают – новая развязка мало что решает. То есть это горлышко, если мы здесь развязываем вот эту проблему с пробками, то горлышко передвинется туда дальше, на мост, и там будет. Но по мере поступления бюджетных средств, по мере возможностей, мы будем решать все вопросы. На первый взгляд, единственное направление, где, скорее всего, не будет скапливаться пробка, это выезд с Винаповского моста на Советское шоссе. Если посмотреть на улицу Петухова, то там как собирался хвост из автомобиля, так он и собирается. А новая развязка, на удивление, очень быстро забилась автомобилями. Правда, стоят они сейчас не в два ряда, как раньше, а в четыре. Специалисты регулируют режим работы светофора. Он четырехфазный. На перекрестке оставили три левых поворота. Полноценной развязкой это, конечно, назвать нельзя. Со стороны новой дороги пришлось увеличить, ну, ненамного. От проектных данных мы отступили буквально на шесть секунд. То есть это вполне достаточно. Четыре полосы делают свое дело. Попробуем проехать по новенькой эстакаде. По большому счету, это огромный мост через частную железнодорожную ветку стоимостью больше миллиарда рублей. Для его строительства пришлось перенести коммуникации и трамвайное кольцо. Перекресток новой дороги и Петухово мы преодолеваем за буквально несколько секунд. Пробка рассосалась. Правду сказали специалисты. Светофор отрегулировали. Посмотрим, что сейчас творится на выезде с Венапольского моста. Ничего неожиданного. Традиционная пробка стала еще длиннее. Ну вот, собственно, тот самый перекресток улица Мира и Аникино, куда переместилась бутылочная горлышко с пересечения Советского шоссе и Петухово. Вот здесь должны будут построить еще одну развязку, чтобы разгрузить Венаповский мост. На нем мы, кстати, сейчас простояли примерно 15 минут. Сроки строительства или хотя бы расширения перекрестка власти назвать не готовы. Светлана Шуваева, Максим Федосеев. Новости РНТВ, Новосибирск. И вот как дорожная ситуация выглядит на эту минуту. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор на улице Петухово стоит Венаповский мост и улица Мира. Привычная картина, такая же, как и до ввода развязки в эксплуатацию.